Ну давайте прям по пунктам, как все было. Первый раз я охерел в матче 1-4 против Краснодара. Смотрим на стартовый состав и немножко охереваем, потому что, ну, кому-то может показаться, что в принципе, в принципе, все нормально, да, то есть, ну, более-менее неплохие на месте ребята, но, и это, видимо, какой-то прикол, но кто составлял расписание, потому что в этот матч, в этот день проходили матчи сборных, и поэтому все наши сборники уехали, то есть здесь, как видите, нет Обликова, нет Чалова, да, то есть, ну, хорошо, что еще Акинфеев завершил карьеру, и Васин, прекрасный футболист, в сборную его не вызывает, то есть, ну, и Дзагоев давно в сборную не играет, то есть, ну, хоть какую-то более-менее боеспособную команду мне собрать удалось. Я даже, сука, вспомнил, что у меня в команде есть Бруно Фукс, наверное, вы о нем забыли, потому что комментариев я что-то про него не видел, но на старте сейва у него была жесткая карьера, травма, месяцев на 6, поэтому я вообще про него забыл, но и скиллы, если честно, у него, ну, прям, ну, 12-13 в среднем, но это не уровень основы чемпиона РПЛ, надеюсь, чемпиона, Так что, вот, мне пришлось его из дубля, он в дубле до сих пор играет, мне его пришлось, сука, поднимать оттуда На фланг поставил Тикнезиана, ну, окей, живоглядов еще, блин, и Гаич в сборную не вызывается, да, и Джуки слишком хорош, как всегда, Уилшер, ну, в общем, а что на скамейке? О, Котин, Ниссимура, я опять забыл про его существование, но даже его пришлось вызывать, смотрите, Яковлевы, Судариковы, даже полной скамейки набрать не удалось И вы глянете, как развивался матч, к началу второго тайма мы уже горим 0-2, я думаю, ну, все, собственно Плакал кубок, двойного домашнего дубля не будет, но потом мои гениальные тактические перестановки просто переворачивают игру, и мы выходим в одну вторую кубка Не зря я взял в руки линейку, пацаны, потому что в полуфинале был матч с Локомотивом, очень тяжелый был матч, и уже шли дополнительные таймы, мы забили гол, и на 116-й минуте нам забивают из чистейшего офсайда Вот, собственно, я сделал скриншот, я его увеличил, я, сука, даже линейкой, я мерил, я по теореме Пифагора, я ставил параллельные линии Это чистый офсайд, чистейший офсайд, сука, судья говорит, нормально, даже вар не стал смотреть Но по пенальти мы победили, и мы в финале, со Спартаком, и сегодня вы это увидите Что в финале случится с нами, я не знаю, то есть после того, что было в прошлых стадиях, я готов ко всему, не знаю Ну, допустим, у Спартака выйдет в основе 15 человек вместо 11, и судья скажет, ну, в принципе, плюс-минус нормально Я готов ко всему, я буду до конца сражаться Если что, здесь пас идет на самого нижнего чувака, и он в офсайде, он, сука, в офсайде, это хорошо видно Про двух остальных я вообще молчу Так, ну ладно, у нас сейчас матч чемпионата, и, в принципе, в нем мы уже можем себе чемпионство обеспечить Если я все правильно рассчитал Матч с Краснодаром, давайте его быстренько сыграем и к Спартаку Эх, украинский иньеста Коваленко сломался, к сожалению, и вместо него будет играть старина Алан Загоев Я удивлен то, что даже украинские хлопцы в комментариях не шибко-то нахваливают Коваленко А уж они-то своих любят Да, и то есть там почитаешь комментарий, там какой-нибудь супряга, это новый Криштиану Роналду И думаешь, кто, но вот одно, если даже они про Коваленко пишут, что это какие-то дрова настоящие То, возможно, так оно и есть Ну ладно, это все не важно, берем чемпионство, берем кубок Все довольны, сегодня будет стрим по трофеям, по трансферам к ЛЧ И, в общем, пока планы такие На самом деле, я думаю, вы понимаете, что матч чемпа это такая формальность То есть, чтобы упустить чемпионство, я должен играть, наверное, только одними Викторами Васинами Оставшиеся матчи А Зенит должен вернуть команду времен Андрея... да не, да не, Андрея Аршавина, да не, нет Пусть забивает Краснодар, это я... вряд ли, вряд ли это сильно Но, с другой стороны, это не очень здорово скажется на настроении команды перед финалом Понимаете, ребята? Понимаете, о чем я? Понимаете? Сука, постараться, хлопцы, постараться В штрафную, нет, не в штрафную грузят, нифига, это было оригинально обликов Убрал Вильену Чалов, вывел его один на один 24-й гол Федора в сезоне, ну, друзья Реал Мадрид, 100 миллионов долларов, и он ваш Просто скиньте мне сотку лямов баксов на кивас И я вам этого Чалова прям, не знаю, на Яндекс.Такси привезу И вообще проблем не будет Сейчас Марадишвили изобразил Аздойва во вчерашнем матче с Турцией Но в этот раз получилось хорошо Потому что это Марадишвили Вот знаете, Марадишвили, я вот в реальном футболе смотрю на его игру И реально хорош парень, очень хорош Это русский Гатузо, не меньше Вот, попомните мои слова, лет через 10 он будет играть в каком-нибудь Брайтоне Чалов блестяще Ну, я что-то думаю, что я слишком крут Ну, Марадишвили услышал мои слова До нашего чемпионства остается 5 минут Мне даже как-то лень делать замены А где? А где вот это вот? Ура! Где конфетти? Где? Где женщины с помпонами? Где? Где шампанское? Где это все? Где? Где песня? Ой, это чемпион Смотри Я не понял А что, не так посчитал очки? Да не может быть Чтобы я У меня по математике была четверка Вы что? Где? Что там? Что это такое? Блин, у кого? В очках Зум плюс 500 Что там в центре поля было? Какая-то Пирамидка говна А, ну, как вот? Все, чемпионство наше Никак Все, давай Где? Угу Так Ее, пацаны Пятюничку Ну, это было легко Первоначальные бюджеты 15 лямов на трансфере 750 тысяч зарплатный фонд Это получается у нас 90 тысяч зарплатного фонда свободного И 15 лямов В принципе Ну, пару-тройку Можем даже четверочку По нынешним-то ценам в ФМ, да? Хороших, интересных трансферов По ДЛЧ Можно сегодня будет промутить Так что, пацаны Стримчик А мы идем к матчу Со Спартаком Погнали Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так Был бы с какой-нибудь Никчемной залупой Хотя в принципе Ладно, финал Кубка России Важнейший турнир против принципиального соперника Поэтому нужно к матчу подойти Ответственно Я дал парням отдых перед матчем Они там поспали Как следует в общем Команда свежая, все здорово Даже торопо поставили на скамейку запасных А вот Сигурдсен, что-то он видимо Много спал, поэтому чувствует себя Не очень здорово Основу Ну Зага это спец по Спартаку Я вам скажу, поэтому Как он там себя чувствует На самом деле это не очень А Уилшер-то еще в команде или все он? Где Уилшер кстати? Он еще в команде, я уже забыл про его существование Конечно он лучше в скиллах, чем Загоев Но я верю в нашего Аланчика И еще, еще Эджуки Кто бы тебя забрал, браток Мрадишвили растет в скиллах? Нет Ладно, ладно, все, поехали Состав Спартака можете оценить Ещенко Я так смотрю, ТДСК на кубок не делает Ставку Ещенко Какая-то у него скорость 2 Я аж экран заплевал от удивления Так, Игнатов какой-то Видимо, вечно перспективный Очередной 30-летний Из Спартака 2 Ну а так А так состав в принципе довольно крепкий И Жапонова еще достали Вау Это че такое? Я такого ни разу не видел Погодите Это че за приколюха? Смотрите Уууу А почему это так вот Типа на больших матчах Они добавили такое оформление Или что? Я себе скин поставил Новый Может быть это из Этого Давайте откомментирую матч Как в Старые Добрые Во времена 14-го ФМ Хотя бы я там видел Спартака Есть Дьяков на скамейке запасных Дьяков Васин Я сука Я настолько охеренный тренер в ФМ Что я брал чемпионство С ЦСКА С парой Васин Дьяков Ну правда это было в 14-м ФМ Но в общем Алды Вспомнят Влашич Влашич? Да Влашич бьет Выше Ворот К сожалению Для нас Оно говорит что нужно попроще играть Братан Мы и так В не самый сложный футбол играем Потому что это я Я хоть и бываю лысым Но я не гвардиола А уж сейчас я тем более Мохнат и волосат Как никогда Дзагоев Я говорю что он спец Так он Перехватывает мяч Бежит по флангу Из своих последних сил Со скоростью Здесь по моему там не было фола Ну Ну максимум Желтая Хотя по моему там было Сыграно в мяч Но судья Очень долго Идет Погодите Я честный Я честный Поэтому Что это вообще было Погодите Погодите Я честный То есть Вот Гапонов Ушибается В передаче Погодите Если фола не было Я Да блин Там В мяч он сыграл Правой ногой Конечно Вы скажете Антон Ты упоролся Но поверьте мне Я на эту пиксельную графику Смотрю всю жизнь Я все вижу Реально То есть Ну вот Смотрите Ну вот Правой ногой Он выбивает мяч Он вообще Нет Загоева не касается Что за бред ФМ Не ну конечно Мне приятно То что мне Так сказать Вернулось За те Происки Судей Да В полуфинале И за тот Беспредел От РФС Кстати да У Краснодара В сборную Вызывалось Много меньше футболистов Поэтому они В принципе Играли почти основу Я об этом Тогда забыл сказать Странная Конечно Хрень Ну Ну Ладно Как бы Судья Да Фидун Конечно Будет плакать О Ну все У них на фланге Дыра И мы Забиваем гол Вот как-то так Судья сломал Финал Ребята Переигрывать Я не буду Как бы Хотела На самом деле Хотелось бы сейчас Переиграть Потому что Ну типа Как бы Ну не совсем Честно По отношению К Спартаку Получается Да Ну Это футбол Это футбол Здесь такое бывает Да Там нас Знаете че Это реализм Все уже давно Говорят о том Что российские Судьи Это жопа То есть Да И вот Пожалуйста Оффсайдов Мы не видим Ну и Вот Тедеско Ты кто Ты можешь Сделать Замену У тебя Вообще На фланге Никого Ты что Играешь Вот получай Второй гол Оттуда Да Со спартаком Дурками Какой Это вот С чем сравнить Это вот Это вот Бой Конора С Жозе Альдо Да Который был лет Пять назад То есть Все ждали 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 А в итоге Пшик И Изи Победа Марио Продолжает Просто Уничтожать Фланг Где нет Лукса Айртона Сейчас могло Было 3-0 Хабликов Подает Угловой Короче Чуваки Я думаю Что Увидимся Сегодня На стриме Ну В общем Дальше Комментировать Смысла нет Фаны Спартака Сейчас Смотрят Видос В слезах Пацаны Не плачьте Однажды И Вы Выиграете Что-нибудь Где-нибудь Но не сегодня Не сегодня Сегодня Как видите Комменти Судит Как это Посмотреть Просто Сейчас Где он Кто это Вилков Странно Странно Я не Зенит Если что Я не Зенит Ну Кстати В реальной жизни Вилкова Отстранили По-моему От футбола На год Если ничего Не путаю Так что В этом Есть Доля реализма Да Крал Крал Делать замену Конечно Но этого Не случится Потому что У меня Прекрасная Просто Прекрасная Команда И Марио Фернандес Просто Продолжает Втаптывать Бедный Фланг Бедного Спартака Но мы Получаем Контратаку Кокорин Бегит Прибежал Но получился Отсок К понце Так Погодите Тихо 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 Бакаев Откуда Прибежал Забивать Не забил Бывает 15 минут До конца Угловой Подает Обликов Давите Я настолько Крут Что я даже В этом графоне Всех узнаю Без подписанных Фамилий Обликов Обликов Будет бить Бьет Довольно Слабо Максименко Максименко Да Ох Бедный Спартак Бедный Спартак Смечом Щенек В броскаут На Мордашвили До конца Уже Все Давайте Не будем Никого мучать Всех Дома Ждут Жены Ждут Дети Премиальные Контерстрайк Мои стримы Мордашвили Это Мордашвили Это Марио Фернандес Был Ну Бывает Загоев На Марио Обликов Ну Разгром Спартак По игре Наверное Заслужил Но игра То с чего Сложилась С того Что судья Подумал Что Айртон Сумасшедший Но нет Кто здесь Сумасшедший Еще Еще нужно Решить И Друзья А где Там Там был На секунду Был кадр С этими С празднованиями Где это Где Вот оно Нифига Что Придумали А это Кто Это Что за Мужик Слышь Вон Я А в Рубашке Что за Хер Пришел И где Он Ище Ля 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 Что Придумали Вот это Круто Вот это Приятно Ну вы Все Видели Мужика В рубашке Куда Он Делся Друзья Он Он Плачет Кто Это Такой Ладно Нифига Там Это Второй Немер Кто Марио По-моему Или Кто Забыл Нифига Он Там Короче Друзья Домашний Двебл Взяли Еще Сезончик Отыграю Попробуем Силы Волче Скорее Всего Там Мы Отсосем Как бы Если Мы В ЛЕ Еле Еле Из группы Вышли Той Шоу Правил Чего Говорить Но И потом Уже Потихоньку Выйдет Фулл ФМ И там Уже Будет Серьезная Мощная Карьера В общем Друзья Увидимся На стримах На видосах Всем пока